Сегодня я вам на примере покажу, как мы работаем с карточками Бориста, как вообще в принципе устроен этот метод. Основа этого метода это, конечно же, раскадровки, которые встречаются и в кино, и на телевидении, и в документалистике. Когда мы работаем с визуальным рядом и делаем такие эскизы, что мы будем показывать, в каком порядке. По сути, мы адаптировали этот метод раскадровок, адаптировали к мультимедийному производству. Но изначально давайте посмотрим, откуда вообще в принципе название Бориста и с чего мы вдруг это название использовали. В тех карточках, которые у вас будут, одна из сторон – это цветные ингредиенты кофейных напитков. Из каких разных элементов это состоит. Здесь, конечно же, не все примеры, просто для иллюстрации. И когда мы на тренингах обучаем работе с этими карточками, мы даем задание. Дорогие друзья, соберите, пожалуйста, из карточек, из каких слоев состоит капучино, или из каких слоев состоит глиссе, или айриш кофе. И участники тренинга берут стаканчик, говорят, ой, это эспрессо с молоком, или эспрессо, потом виски, молока там нет, а вот там горячий шоколад, или, например, виски нет, там есть ликер. И таким образом из карточек собирают составные, собирают напиток, кофейный напиток, которому мы привыкли в кофейнях. И это дает представление о том, что на самом деле даже такие привычные вещи, как кофейный напиток, есть некий слоеный конструкт, есть некая такая структура из разных частей, которая потом превращается в кофе, который мы пьем. И по аналогии метафора заключается в том, что то, что мы делаем с мультимедийными продуктами, также является некой комбинацией элементов, комбинацией ингредиентов, которые мы в определенном порядке упаковываем в некий стакан, в наш мультимедийный проект. И таких ингредиентов, их много разных. Ну, собственно, вот те карточки, какие у вас есть, здесь опять же тоже не все примеры. Вот разные ингредиенты, разные форматы, которые вы можете встретить в разных мультимедийных проектах. Конечно же, есть текст, конечно же, есть фотографии, видео и так далее. На самом деле, вот вы увидите в пачке, там, по-моему, 65 или 66 карточек, разных элементов, которые вы можете использовать в своем мультимедийном проекте. Но самое важное, чему мы учим и на чем мы настаиваем, что форма и эти ингредиенты, и эти форматы, это история не то, с чего начинается мультимедийный проект. Это как раз то, чем заканчивается работа над ним. А изначально это все-таки идея, концепт, о чем мы пишем, каким образом мы структурируем материал, и затем, каким образом мы подбираем к нему различные мультимедийные форматы. Не бывает, нет ничего определенного, то есть нет никакой фиксированной такой структуры лонг-рида. И опять же мы настаиваем на том, что это не разукрашивание готового газетного текста. Мультимедийные проекты изначально проектируются и продумываются как мультимедийный продукт. Бесполезно брать телевизионный сюжет, расшифровывать его, и затем якобы делать из этого мультимедийный проект. Нет, мультимедийный проект имеет свои собственные особенности, свою собственную структуру. Каким образом работать с карточками Борисова? Вот у вас эти карточки есть. До того, как вы с ними начнете работать, мы просто на примере одного из лонг-ридов, который сделал наш коллега Сергей Маркелов, мы у него взяли идею, взяли, собственно, факт, ситуацию, которую он поехал изучать. Это в республике Карелия, поселок. Вот Сергей поехал разбираться, как там люди живут, хотя стало известно, что там очень-очень большие проблемы. Значит, вот у нас есть некий зачин, некая идея, некий такой посыл, который мы предполагаем, мы превратим в мультимедийный проект. Прежде чем мы возьмемся за карточки по формату, мы берем стикеры. Я сильно люблю цветные. Во-первых, они радуют глаз, если давно солнышко не стучалось в окна. А с другой стороны, во-вторых, они липкие, их можно приклеивать в определенном порядке. И что самое ценное и самое важное, они конечны. Когда мы пишем текст полотном, как мы привыкли делать это в школе, когда мы пишем это в Word, да, конечно, мы можем выделить абзацы, поменять местами, но все равно Word и вообще текстовые редакторы предполагают уже некое пространство для текста, а не для тезисов, не для каких-то небольших элементов вашей истории. А для того, чтобы продумать структуру, нам как раз не нужен изначальный текст, нам нужны идеи, нам нужны тезисы, нам нужны короткие заметки, короткие идеи, что мы будем рассказывать, как это будет организовано структурно. Для того, чтобы у себя в голове сформировать некое представление этого мультимедийного проекта, мы на этих стикерах, на отдельных карточках начинаем в формате мозгового штурма придумывать вопросы, которые могут волновать людей в отношении той истории, которую вы пишете, той проблемы, о которой вы пишете. В данном случае вот у нас есть поселок и не сильно далеко от Петрозаводска, и вот там ситуация такая, что работать практически негде, и закрыта больница. Представьте себе, поставьте себе на место жителя Карелии, жителя Петрозаводска, жителя другого города, в котором есть сопереживающие люди, которые будут читать, смотреть этот мультимедийный проект. Какие вопросы их волнуют, на которые мы могли бы ответить? Давайте их попробуем предвосхитить. То есть в нашем мозговом штурме мы прям вот, как каждая вот здесь желтенькая карточка, это вот, по сути, бумажный стикер, мы просто накидываем, кто что нам может рассказать, накидываем типаж людей, у которых мы можем брать интервью. Понятно, мы продумываем, какие разные люди, может быть, тот, кто потерял работу, тот, кто нашел работу, тот придумал, как уехать, тот придумал, как остаться. Различные жизненные ситуации, и каждую вот такую идею мы записываем на отдельную карточку. Дальше мы понимаем, что мы пишем об обычных людях, поэтому нам нужны те потребности, те проблемы, которые есть у абсолютно каждого обывателя, у каждого простого человека, который живет в городе. То есть мы не занимаемся описыванием каких-то сложных конструкций, куда дети в школу ходят, как лечиться, работают ли госуслуги, потому что они нужны обычному жителю, каким образом, качество домов, связь с капитальным ремонтом и теми деньгами, которые люди на это уже перечисляют. То есть мы прям накидываем в формате мозгового штурма все то, что у нас в голове вообще в принципе мы можем придумать по отношению к этой теме. Понятное дело, что в сам мультимедийный проект все это не войдет ни в коем случае, иначе у нас это будет вселенская Википедия по одному поселку. Если вы собираетесь делать проблемный сайт города, то, конечно, все эти материалы постепенно можно написать. Но на моменте мозгового штурма нельзя отказываться ни от каких идей. Нужно накидывать все абсолютно, то, что приходит вам в голову. Затем мы это все дело структурируем. Значит, вот мы смотрим, да, это вот сейчас буквально небольшой зачин, явно не все карточки, которые можно было бы придумать. Дальше после этого мы смотрим, каким образом, когда они у вас на карточках, вы видите, как что можно соорганизовать. Например, взять образование и взять сюда подростков, родителей, школьников, можно сказать, местных чиновников. Вот появляется блок. Медицина не вопрос. Вот мы, что у нас здесь говорят чиновники про медицину, что говорят региональные чиновники, потому что очень многие медицинские учреждения, они регионального уровня. Где работать? Кого мы будем спрашивать здесь? То есть вот мы видим, да, как раньше было, качество жизни. То есть мы можем уже потихонечку эти карточки структурируя, можно вот сюда вместе это взять, мы начинаем видеть, как структурно организовывается проект, какие могут быть подзаголовки, какие могут быть тематические блоки, тематические модули, которые описывают эту проблему. И вот эти слова, так как они ключевые для людей, даже если вы их просто в подзаголовке будете употреблять, человек будет идти по этим подзаголовкам и цепляться глазом за каждый такой структурный элемент. В каждом элементе, вот даже просто на уровне этих вопросов, мы видим, что уже появляется некая логика, некая структура. Вот смотрите, мы берем какую-то часть жизни человека, то, что его волнует каждый день. И у нас есть разные виды. У нас есть цитаты, мы можем их предвосхитить. У нас есть интервью с властью, которая отвечает за ситуацию в городе. У нас есть некая идея, что люди делают, каким образом они выживают. Дальше у нас, мы предполагаем, что по каждому и по образованию, по медицине, по работе, по качеству жизни могут быть статистические официальные данные, которые мы можем использовать. Можем говорить про прошлое, можем говорить про будущее. То есть, как только у нас это все на уровне карточек, у нас, допустим, мы можем начать вообще в целом, как выглядит жизнь в поселке. Когда мы это все делаем в виде смысловой, некой логической раскадровки, у нас появляется некая структура проекта. Мы можем сказать, что окей, в этом проекте, в первой нашей публикации, мы будем брать только тему образования. Или мы будем делать образование и медицину. Вот это у нас будет один проект, а вот это у нас будет второй проект, а вот это у нас будет третий проект. Они будут связаны между собой линками. Либо мы глубоко не закапываемся, а, например, на уровне статистики показателей и цитат статистики делаем вот такой слой проекта. Что нам дают вот эти вот карточки, что нам дает вот эта вот раскадровка, которую вы видите у меня сзади, дает наглядность, дает представление. Вы можете чуть-чуть отойти назад и вы можете увидеть, какие тезисы, какую логику, какие элементы вы можете использовать в этом проекте. И что очень важно, помимо того, что это помогает вам структурировать ваши идеи, это еще помогает привлекать людей. Когда вы показываете им вот эту доску с некой структурой логической, что вы будете делать и что вы будете показывать, ваш фотограф, с которым вы поедете, или ваш дизайнер, который будет это верстать, или ваш редактор, который работает вместе с вами над этой идеей, он понимает, что вы будете делать. Это не так, как отправили, ну принеси нам что-нибудь, и человек уже только показывая готовый продукт, уже только в готовый продукт редактор, или дизайнер, или фотограф, или режиссер может внести какие-то изменения. То есть вот эта вот наглядность, она помогает еще и командной работе, помимо того, что она облегчает вам некое представление о крупном материале, который вы делаете. Ну и собственно, после того, как вы договорились в команде, или сам с собой договорились, в какой логике, на какие вопросы вы будете отвечать, какие темы вы будете освещать. Дальше мы берем карточки и просто их перебирая, мы смотрим, какая из карточек, какой из форматов мог бы максимально точно и наилучшим образом отразить вот эту идею. Вот, например, такой наглядный пример, как выглядит жизнь в поселке. Можно, конечно, описывать очень долго текстом, но гораздо лучше это сделать фотолентой, фоторепортажем, который бы наглядно показал, как выглядит жизнь в поселке. И тогда мы просто рядом ставим... Ой, здесь у меня фоточки нет. Ну вот, допустим, у нас есть карточка фотографии, и мы просто ставим рядом... Ай, будем предполагать, что вот это у нас, допустим, что это у нас карточка с фотографией, должна быть написана фотография. И просто ставим рядом, что вот как выглядит жизнь в поселке, например, у нас будет выглядеть в виде подборки цитат или в виде фотографий. Дальше. Что говорят родители школьников? Вот это у нас будет в виде цитаты. У нас есть раздел образования. Дальше. Статистика показателей. Мы это не будем писать текстом, потому что в тексте очень тяжело цифры воспринимаются. Мы статистику сделаем в виде мини-формата, в виде цифры. Дальше. Следующая логика. Каким образом у нас будет слоиться этот мультимедийный проект. Дальше мы сделаем в формате опроса что говорят подростки. Или, например, там следующие по логике у нас будут. Что люди делают, чтобы решить проблемы. Ну, например, чек-лист. То есть мы показываем, какие дела сделаны. То есть что нужно сделать, чтобы починить крышу дома. Что уже было сделано. И в результате показываем, выполнено или не выполнено. То есть мы в любом случае выбираем формат не вообще, потому что нам захотелось сделать рейтинг или нам захотелось сделать тест. Мы выбираем этот формат. Именно для того, чтобы форма максимально точная, максимально наглядно помогала выразить то содержание, которое мы хотим. Ну, то есть и таким образом мы составляем, по сути, такой план действий. Вот у нас есть смысловая часть. Вот это вот у нас смысловые части. И у нас есть форматная часть. Дальше мы смотрим, что нам нужно сделать. Для того, чтобы сделать цитату, нам нужны интервью, нам нужны фотографии людей, которые говорят. Либо это будет видео, цитата. Тогда нам нужен видеоролик. Мы его записываем со звуком. Или мы понимаем, что нам нужен рейтинг или онлайн-конференция, или факт. Мы зовем дизайнера и говорим, смотри, вот приблизительно так это будет выглядеть. Конечно, когда мы поедем в поле, когда мы соберем этот материал, мы вернемся к этому плану и жизнь, конечно же, его поправит. Что-то поменяется местами, что-то поменяется в форме. Но приблизительно общая структура все равно она останется логичной и понятной. И затем, уже когда вы вернулись после сбора информации, сбора материала, затем вы по этой схеме начинаете монтировать, начинаете выбирать цитаты, начинаете верстать, смотрите, может быть, вам потребуется какая-то отдельная платформа, может, вам понадобится тильда, может быть, не надо. У вас сайт позволяет эти элементы встраивать и монтировать на какую-то цельную историю. То есть вот таким образом карточки нам помогают не держать это в голове. То есть форматы изобретаются и переизобретаются достаточно регулярно. До сих пор я не могу сказать, что у нас есть законченный список мультимедийных форматов. Неправда. Мы их сами придумываем, сочетая различные формы подачи информации. Поэтому вот эти вот карточки, они помогают вам. Вот вы работаете над какой-то темой, не надо держать в голове, может быть, сделать интерактивную карту, а может быть, сделать там слайдер было-стало. Нет. Вы работаете над смыслом, вы поняли, какую историю вы хотите рассказать, достаете пачку карточек и вот так вот просто подходит, не подходит, подходит, не подходит, подходит, не подходит. И это позволяет вам выходить за пределы ваших обычных форматов, ваших привычных типов публикаций, которые вы делаете. Это делает и вашу профессиональную жизнь интереснее, и то информационное поле, которое вы создаете, все материалы, которые вы создаете для людей, они для людей кажутся гораздо более богатыми, чем какие-то шаблонные готовые решения. То есть, когда мы работаем над проектом, когда мы работаем над больше, чем информационное сообщение, какое-то короткое новостюхо, когда мы работаем над чем-то по этапам, вот эти вот карточки Бориста, они помогают структурировать и мысль, и форму, и помогают работать в команде.